что я хочу сказать про этот mp3 плеер в свое время это был флагман среди mp3 плееров марки samsung то есть очень популярен но как и у любого другого плеера у него были свои недостатки о них я поговорю чуть попозже а сейчас посмотрим комплектацию как он поставлялся вот такая вот у него была коробочка очень удобная здесь можно было бы вытаскивать его то есть верхняя часть снималась то есть отдельно крепко держится так фиксируется так посмотрим на комплектацию здесь вот лежали наушники но сейчас у меня их нету я их уже использую на другом плеере дальше шел шнур что мне не понравилось в шнуре во первых то что вход стандартный самсунг вот на всех телефонах старых самсунг был вот такой вот вход он во первых неудобный потому что он ломается бывают фиксаторы сами у меня был вот телефон samsung не помню марку с таким же вот входом там раз и три наверное зарядку ломали чисто вот из-за такого входа неудобно лучше бы сделали стандартные там мини-юсб мино-юсб любой из них так дальше смотрим что у нас есть подушечки ну для наушников один второй где-то потерялся хорошо дальше что у нас там в коробке ну диск с программным обеспечением для этого плеера гарантийный талон что это а это и идентификация продукции там регистрируешься на их сайте официальном самсунга вот типа купил какие-нибудь примочки могут быть реклама стандарт и инструкции использования по использованию есть и на русском языке украинский и русский язык приступим к самому плееру вот такой вот у нас плеер можете посмотреть поближе включается он сбоку здесь специальная кнопка есть то есть она выполняет двойную функцию то есть когда мы вниз нажимаем плеер включается вот так происходит включение а что вот мне понравилось в этом плеере что здесь библиотеку музыки обновлять особо не нужно то есть ты закинул в него музыку открываешь его все музыку уже автоматически добавлено в плейлист то есть ничего обновлять самому вручную даже не нужно просто вот зашел раздел музыку и все она уже там еще что мне понравилось что здесь можно ставить свои картинки на фон вот вертолет видите это я из своих картинок поставил на фон то есть можно здесь отдельно есть раздел картинки где можно любую картинку имеющуюся поставить на фоновое изображение причем не просто поставить как вот она есть ты ее можешь покрутить как угодно увеличить какую-то отдельную часть и поставить именно ее здесь есть видео но видео он поддерживает только свой формат то есть нельзя сюда там ави моф воп никакие эти форматы он не поддерживает чисто свой формат ну в настройках там довольно обширно настройки начинает времени кстати здесь даже есть время указывается сам плеер неразбор ну то есть самому его не разобрать его вообще можно разобрать но где-нибудь там в мастерских потому что не съемный аккумулятор так вот что я там говорил про кнопку то есть мы она выполняет двойную функцию то есть мы ее включили да а если мы проигрываем музыку сейчас вот что-нибудь включим вот когда играет музыка у нее другая функция мы если мы ее вверх щелкаем до конца получается блокировка вот видно замочек видите зелененький это значит что сенсорная клавиатура вот еще кнопки здесь они сенсоры то есть не нажимаются а работа от прикосновения то есть вот мы разблокировали сенсор работает то есть следующий переключаем когда состояние заблокировано то есть можно даже меню заблокировать то кнопки не работают из недостатков этого плеера из больших даже я сказал огромных недостатков это невозможно увеличить объем памяти на котором у него есть то есть вот на этом плеере объем памяти 2 гигабайта есть и увеличить его нельзя то есть не поддерживает флешек нет никаких ничего такого нету еще что мне не понравилось мне еще не понравилось то что он иногда зависает но производители подумали об этом здесь есть специально кнопка не кнопочка углубление такой туда иголочка нажимаешь все настройки сбрасывают видно дырочку видите туда иголку засовываешь и перезагружает сплеер то есть вот за все время использования он не зависал раза четыре наверное причем он зависал как и начинаешь его включать вот сам начальная заставка вот когда он включается она горит просто вот сейчас покажу какой экран загорается вот такой экран загорается с 3 и все и дальше никуда не идет вот чисто вот это и горит как я от этого избавился то есть даже после перезагрузки иногда бывало что оставался от этого я избавился так не забивать нужно плеер до отказа так сказать память то есть нельзя его полностью забивать нужно забить где-то ну гигабайт с лишним ну не знаю 1 кб 200 мегабайт вот для него это предел больше лучше не забивать потому что он начинает сразу глючить виснуть и плохо работать то есть недостатки есть довольно большие но самое главное его преимущество среди всех других плееров это то что в нем просто идеальный звук вот это конечно зависит больше от наушников да то есть хорошие наушники есть даже более-менее плохому плееру подсоединиться звук сразу хороший но в этом плеере все наоборот я подключал плохие наушники к этому плееру и музыка звучала хорошо то есть очень мощный плеер то есть звук можно прибавить очень мощный и басы регулируются здесь очень много настроек по музыке именно то есть регулироваться басы уровень эхо можно замедлять убыстрять музыку вот по настройкам музыки действительно он очень 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 функционально ну на этом пожалуй я закончил обзор этого плеера сразу хочу сказать что за время пользования он мне понравился но сейчас я пользуюсь больше телефона то есть на телефоне включая музыку поэтому у меня лежит можно сказать без дела на этом все подписывайтесь ставьте лайки надеюсь еще увижу вас на моем канале